итак наша задача получить примерно такую структуру опять же можете создать что-то свое но плюс-минус я буду пытаться повторить именно этот оригинал так что давайте опять обратимся к новому проекту и начнем как всегда с кубика берем создаем кубик размеры у него будут 500 на 650 и на 650 такой большой он не будет вот и координаты у него давайте чтобы у нас у всех одинаковые были минус 28 и 330 я просто посмотрел как у меня в оригинале это было это те координаты при которых видите ваш кубик лежит на полу сейчас он касается вот этой плоскости принципе на рендере это не видно но неважно и так отсюда уже будем строить все остальные объекты теперь я беру этот кубик с контролом или с командом тяну его делаю поуже и опускаю это у меня будет слой с землей он будет немножко быть еще поуже даже и наверху у меня будет plain просто плоскость сейчас приподниму лучше это сделать на виде сверху и вот так вот попытаюсь просто закрыть всю верхушку именно этим пленом на этом плене у нас будут расти наши деревья поэтому здесь мы сейчас добавим немножко делений на секунду я обращусь к оригиналу посмотрю сколько у меня здесь было 20 на 20 но давайте то же самое сделаем выбираем этот плен чтобы вы просто понимали я включу отображение линий так заходим во вкладку object а тут уже и так 20 по 20 но отлично значит вообще ничего править не надо я немножко опускаю его чтобы он тоже слегка выпирал совсем чуть-чуть примерно так что же вот такой блок мы с вами получили и давайте сразу же его попытаемся раскрасить что я создам материал первое это у меня будет материал травы примерно такого оттенка и я его перетаскиваю на плейн можно пытаться зарендерить и если мы не видим ничего значит плейн у нас где-то пропал давайте чуть-чуть приподниму да видите он заходил просто за этот кубик поэтому мы его не видели вот теперь уже нормально теперь создадим второй материал я снова два раза кликнул открою этот материал это у меня будет почва то есть такая земля его сделаю больше коричневым даже обесцвеченный коричневый цвет ну да вот наподобие этого давайте закроем и применю его на этот кубик отъеду на я сейчас вижу что немножко плейн не доходит поэтому можно чуть-чуть скорректировать это все дело это конечно такая мелочь но она будет бросаться в глаза когда мы добавим с вами один эффект для рендера так вроде бы неплохо ну и осталось материал для нашей каменистой поверхности я его сделал немножко посложнее чтобы вам показать как можно совмещать здесь текстуры с вашим основным цветом в предыдущих уроках мы с вами уже смотрели эти настройки создавали здесь градиент сейчас посмотрим еще одну поверхность но для начала я настрою сам цвет во-первых мне не нужно здесь отражение вот эти рефлектансы я канал отключу у меня пропадает блик выбираю только канал color ну и сделаю таким серо-синим что ли нашу скалу вот я думаю примерно так да неплохо и теперь давайте во вкладку текстуры нажмем вот здесь на треугольничек и подгрузим какой-нибудь эффект у нас здесь на самом деле много всяких пресетов заготовок уже есть и вот есть специальная заготовка которая называется surfaces это заготовленные поверхности я не знаю видно вам или нет я чуть повыше приподниму еще раз треугольничек заготовленные поверхности и здесь эта поверхность называется star field и выглядит как поле со звездами такое черно-белое давайте зайдем в него здесь можно его немножко размывать вот blur offset ну давайте сейчас ставим как стандартное значение мне просто хочется получить вот такую стружку белую на моем камне так вот сейчас у меня текстуры видите полностью перекрывает и мы этот цвет не видим для этого здесь придумали режим смешивания mix mode то есть это смешивание вашей основной текстуры с вашим цветом и здесь можно поставить режим add как видите всего три режима четыре точнее вот внутри дополнительных это стандартный и по которым можно как-то смешивать ваши текстуры и вот если мы выберем здесь add то я увижу что черное пропало а белые точки остались ну и давайте попробуем перетащить эту текстуру на наш кубик и зарендерить вот так сейчас это выглядит ну согласитесь что чуть-чуть поинтереснее нежели просто какой-то цвет и здесь можно еще управлять силой смешивания mix strength сейчас стоит на сто процентов если вы будете уменьшать вы по сути дела понижаете прозрачность этой текстуры на нуле вы ее вообще не будете видеть на стопроцентных она видна идеально ну и давайте найдем здесь какое-то среднее значение не знаю процентов 26 чтобы не так сильно она бросалась в глаза может быть 30 да то есть она присутствует но она не отвлекает наше внимание что ж отлично это у нас был значит текстура для наших скал давайте скроем и теперь давайте объединим это все в один блок я выделяю все элементы alt g и можем назвать это блок 1 0 1 еще я хотел бы сделать пол точнее такую песочную основу из которой как бы наши скалы будут вылазить для этого я опять создам кубик и у него в размерах укажу сделаю его побольше где-нибудь 1350 по иксу по игреку может быть 700 по z где-нибудь тысячи две такая штука и координаты задам следующие минус 300 по иксу минус 200 по игреку и где-нибудь чуть-чуть может быть сдвину его давайте на виде сверху посмотрим да вот так будет достаточно да у меня здесь 5 по z получилось но у вас могут быть немножко другие и и создам обычную текстуру песка мы уже с вами такую создавали такой обесцвеченный желтый оттенок сер желтый даже получается может быть немножко посветлее вот так что ж это наша основа будет я ее положу под низ так и теперь я буду дублировать этот блок и перемещать его давайте сначала сдублирую в сторону с контролом тяну за ось немножко сюда и вниз так потом еще раз дублирую он чуть больше будет выпирать этот я даже еще опустил бы немножко а этот приподнял приподнимайте именно сами группы потому что если вы выберете какой-то объект и будете его приподнимать то видите у вас получается приподнимается объект внутри группы а так не надо делать нужно именно сам 0 выбирать так этот я сдублирую назад ну то есть видите в таком достаточно хаотичном порядке я сейчас все это расставляю немножко вниз даже чем-то замок немножко напоминает это сюда штуку я специально делаю пересечение потому что мне так кажется реалистичнее будет немножко смотреться хотя насколько это возможно конечно в такой стилистике ну и можно еще сделать сзади какую-нибудь одну башню секунду куда-то она улетела вниз если вам не хватает расстояние то можете и вот так вот кубик немножко растянуть и чуть-чуть его опустить то есть ничего страшного что исходная заготовка испортится ну вот на рендере получаем примерно такую картинку уже неплохо смотрится я еще один блок вот сюда назад перетяну и может быть немножко там приподниму вот так чтобы он был в отдалении тоже и вот когда у нас камера будет поворачиваться вот так они будут немножко выходить друг за другом и это будет красиво смотреться что ж нам осталось сюда вставить наши уже готовые элементы мост маяк и паровоз давайте сейчас сделаем вот у меня открыт файл с мостом проект теперь я отсюда беру весь этот ноль копирую command или control c нажимаю window иду в тот проект где мы сейчас создавали с вами землю сюда все это дело вставляю ну и вот такая штука у нас получается может быть чуть-чуть я бы это приопустил и нам осталось сделать непосредственно сам туннель вход в него если быть более точным для этого нужно найти тот блок в который у меня упирается мост я его раскрою и найти вот этот кубик основания и естественно нужно взять какой-то цилиндр и с помощью булли просто вырезать в нем дырку поэтому берем цилиндр создаем я его разверну сразу же так где он у меня тут вот сделаю его побольше может быть немножко углублю вот так примерно закину сюда в этот блок в эту группу и создам буль тоже его сюда закину значит мы сначала в буль кладем вот этот большой блок из него соответственно будем вырезать этот цилиндр то есть цилиндр идет после этого кубика и тоже закидываем его внутрь булли обратите внимание чтобы они у вас именно внутри булли были так и вот получили такой вырез ну еще можно взять объект давайте сейчас может быть чуть-чуть побольше только я сделаю эту дырку можно и повыше давайте лучше знаете как сделаем ставим же сюда наш поезд и посмотрим подойдет ли он под вот этот туннель или надо его расширять поэтому я еще открою файл с поездом так копирую отсюда поезд захожу сюда и вставляю его вот он у меня тут вставился если у вас он вставился где-то не здесь и может быть с другим масштабом то придется подогнать просто по позиции и уже самостоятельно весь всю эту группу смасштабировать так ну и мне просто надо посмотреть как он у меня сейчас будет а кстати смотрите он у меня немножко летит над дорогой поэтому я его опускаю вот так вот ну и попробуем въехать в туннель ну-ка ну вроде бы вроде бы хватает давайте оставим пока его здесь чтобы просто видеть как все это работает так сейчас чуть-чуть припущу ну еще я сделаю здесь небольшую арку чтобы подчеркнуть этот въезд я это сделаю с помощью объекта тубус помним что тубус у нас это так точно такой же объект как и цилиндр только с внутренним вырезом вот так он выглядит я его разворачиваю под 90 градусов смасштабирую сопоставлю примерно там где у меня должен быть этот вырез опущу ну и просто сейчас начну заниматься подгонкой размеров так ну вот уже неплохо примерно так я думаю это будет все выглядеть тут конечно есть небольшие ошибки например провода сейчас как будто бы лежат на первом паровозе но я не буду это уж исправлять это настолько мелочь что не будет заметно с учетом того что на всех других вагонах такой ошибки нету так я этот тубус кстати который создал я его тоже закину в первый блок чтобы у меня все логично было расставлено так есть поезд осталось вставить сюда маяк давайте откроем его объединю все это в группу скопируем и вставим в наш проект я уже видите иду достаточно быстро потому что надеюсь что вы понимаете все мои действия так как мы не первый раз делаем все те же самые процедуры ну давайте маяк пока оставим тут если что я потом его приподниму или наоборот опущу сейчас нам нужно разобраться с вами с деревьями давайте откроем наш файл с деревьями у меня здесь уже подгружен я все их выделю ctrl c и переходим обратно в наш файл и сюда их вставляю если они у вас вставились рядом с основной сценой то специально отведите их подальше чтобы они где-то вот здесь вот стояли в сторонке вот и я их даже в отдельную группу возьму назову это все деревья на английском предположим можно чуть ниже покустить значит следующая задача перед нами стоит расклонировать эти деревья по поверхности вот этих плейнов то есть вот этих вот поверхностей специально по которым мы которые мы создавали специально для того чтобы здесь у нас росли деревья значит для этого я воспользуюсь нашим объектом клонером естественно и дополнительный еще один инструмент который мы сейчас посмотрим это объект instance он у нас находится вот здесь в этом меню instance давайте его создадим изначально он создается пустой абсолютно то есть в нем ничего нету видим что он как ноль объект выглядит просто точка в пространстве объект instance это что-то по типу гиперссылки или ярлыка на рабочем вашем столе то есть я вам советую именно так о нем думать это объект который ссылается на какой-то другой объект и берет его свойства предположим я хочу ссылаться вот на это дерево мне нужно его найти 3.01 выбрать объект instance у него во вкладке object заходим и здесь есть поле на какой объект он будет ссылаться и я беру сюда и перекидываю просто мою группу с деревом и видим что у меня моментально там где был объект instance появляется копия этого дерева независимая то есть сейчас я ее отодвигаю могу переместить что-нибудь с ней сделать развернуть вот но при этом оригинал всегда здесь и смотрите в чем прелесть этого инструмента если по какой-то причине мне вот не понравилась моя крона я захожу в оригинал изменяю сейчас я чуть-чуть отодвину изменяю вот эту крону нахожу здесь сферку вот ее увеличиваю и смотрите что происходит с объектом instance он моментально перестраивается под все изменения оригинала то есть это очень умная такая ссылка на основной объект тем самым вот эти объекты которые мы сюда вставили мы будем использовать просто как оригиналы а клонировать мы будем уже ссылки на эти оригиналы для этого мы и создаем с вами объект instance так что теперь нам нужно создать объект instance подо все вот эти типы деревьев значит я создам еще один instance снова его сюда приближу раскроем мои деревья и теперь второе дерево буду туда перетаскивать поэтому выбираем новый instance и перетаскиваем вот в это поле 3.0.2 и вот тоже моментально он здесь появляется теперь делаем все то же самое для других деревьев значит теперь я сюда 3.0.3 перетаскиваю ну вы поняли в общем мне нужно создать ссылки на все мои заготовки четвертое и последнее дерево это вот это вот маленькое пятое дерево все вот мы с вами получили четыре ссылки которые просто ссылаются на эти объекты и в любой момент мы можем изменить оригиналы и они все перестроятся за нас в этом и прелесть этого объекта теперь давайте создадим объект клонер мограф клонер ну и закинем в него все мои инстансы то есть все ссылки на объект закидываю в объект клонер сейчас я его специально немножко отодвину и вот мы увидим что он тут будет пытаться сделать просто они сейчас накладываются друг на друга на самом деле если вы здесь покрутите то он их начинает чередовать друг за другом если я побольше сделаю копии то вот мы увидим как он все объекты чередует сначала одно дерево потом другое потом третье четвертое и по очереди они начинают клонироваться вверх в принципе тоже забавный эффект можно учитывать это в каких-то других проектах но нас интересует именно расстановка по поверхности вот этих плейнов поэтому я выбираю вот этот клонер ну и давайте сделаем это для самой первой поверхности вот для этой ищу где у меня находится мой этот плейн он находится в блоке 01 раскрываю его вот он значит теперь мне нужно выбрать клонер выбрать режим помните мы с вами здесь выбирали режим object то есть клонирование по поверхности какого-то объекта и перетащить сюда мой плейн сейчас он немножко подумает вот видите что тут произошло у меня клонирование происходит по точкам этого объекта то есть сейчас объектов слишком много они все пересекаются ну это никуда не годится так что давайте здесь тип распределения сменим на поверхность surface так уже поинтереснее стало теперь мне нужно их спозиционировать так чтобы они у меня смотрели вверх а не лежали просто на полу как будто их тут какой-то лесоруб рубился поэтому заходим во вкладку трансформации это вспоминаем трансформации которые применяются на все клоны сразу же и здесь давайте покрутим угол вот этот угол нам нужно поставить на минус 90 и вот смотрите что происходит правда сейчас слишком гигантские наши деревья вот а как будто мы в стране лилипутов оказались а деревья из какого-то реального мира так что нам нужно их уменьшить уменьшать мы тоже будем их в этой вкладке здесь вот видите масштаб сейчас стоит один к одному везде давайте поставим 0,1 0,1 0,1 и вот мы получаем такие деревицы ну может быть 0,25 здесь конечно нужно опять же искать под вашу сцену вот да 0,25 неплохо смотрится так далее можно выбрать клонер вернуться во вкладку object и здесь увеличить count это количество вот этих объектов которые распределяются по всей поверхности давайте немножко приподнимем их где-нибудь 34-35 думаю будет достаточно и далее нам осталось настроить их распределение таким образом чтобы нам все это нравилось для этого просто сид начинаете вращать и вот они каждый раз видите генерируют новую карту ну кстати неплохо вот так вот ну и еще можно что сделать я бы еще может чуть-чуть их уменьшил мне сейчас кажется перебор 0,2 0,2 0,2 да сейчас неплохо я кстати забыл видите у меня на этом объекте до сих пор идет скругление это потому что я в оригинале его отключил и теперь он передает на все ссылки поэтому я долечу до оригинала найду его и включу обратно объект polygon reduction я его случайно выключил что ж вот такое распределение мы с вами получили ну а дальше друзья я надеюсь вы уже догадались нужно сделать все то же самое просто для всех остальных поверхностей смотрите как это можно сделать более быстро когда вы уже настроили один клонер я беру его дублирую здесь с контролом перетаскиваю наверх и дальше все что мне нужно сделать это во вкладке object поменять вот этот тот объект по которому сейчас происходит создание клонов я захожу в новый блок например вот в этот нахожу этот plane выбираю новый клонер и перетаскиваю сюда новый plane и смотрите сейчас моментально у меня создается клонированные вот эти вот объекты создаются на этой поверхности и дальше просто берете и уже клонируете клонеры то есть такая тавтология небольшая но это действительно так клонируете клонеры и указываете новые плоскости для клонирования вот и уже увидимся с вами когда соберем полностью всю эту сцену что ж вот такая сцена у меня в итоге получилась надеюсь и у вас тоже будет так до 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 Продолжение следует...